В сети появилась видеозапись, на которой бойцы так называемой «умеренной» сирийской оппозиции обстреливают машину с российскими журналистами из противотанкового ракетного комплекса производства США. На этих кадрах видно, как один из боевиков дает залп по группе журналистов телеканала РТ и агентства ТАСС, находившихся в провинции Латакия на северо-западе Сирии. В попавшей под обстрел машине был и корреспондент РТ Роман Косарев. Здесь вы видите, как он пытается спрятаться в укрытии. Роман рассказал нам, что было после обстрела. В последние дни я слышал не только слова поддержки, но также и то, что заставило меня задуматься. Это видео отправили на мой адрес в Твиттере. Оно называется «Джихадисты выпускают ракету ТОУ по журналистам». На записи боец так называемой «умеренной оппозиции» стреляет из противотанкового комплекса. Местность очень похожа на ту, где мы попали под обстрел. Я уверен, что люди, пытающиеся найти укрытие, это мы. А этот бегущий человек, скорее всего, я. Сейчас можно увидеть место удара с двух сторон. Видео слева новое, появившееся в сети. Мы его немного увеличили. А справа – то, которое мы снимали во время обстрела. На обеих записях одно и то же здание. Давайте вернемся к началу нового видео, где боевик стреляет из противотанкового ракетного комплекса. По внешнему виду эта установка идентична американскому БГМ-71 ТОУ, дальность действия которого превышает 4 километра. С 2014 года США поставляет это вооружение сирийским антиправительственным силам. Данная информация есть в свободном доступе. Как мне известно, сотни комплексов БГМ-71 ТОУ были обнаружены в руках различных группировок так называемой умеренной оппозиции. Сразу после нападения сирийские военные привезли нам то, что они называют пусковым двигателем ракеты. По их словам, она использовалась для обстрела журналистов. Нас было 17 человек. Мы были одеты в бронежилеты с надписью «Пресса». Эксперты подтвердили, что данный двигатель вполне мог быть частью БГМ-71 ТОУ.